Зовется вечером такая пробка, что там не то, что там проехать, но невозможно даже пройти, иногда бывает нереально, потому что вот так вот все танцуют, танцуют, танцуют. Это вот уже эти дома, введенные в эксплуатацию. А если здесь еще две свечки поставить, здесь, ну я не знаю как. Василий был одним из первых жителей в микрорайоне Яблони, а теперь он один из главных хоккеистов в защите жилищного комплекса от точечной застройки. Купив квартиру еще на этапе строительства, он не мог и представить, что утвержденный план застройки с легкостью можно изменить. И прямо во дворе его дома смогут появиться две 17-этажки. Я, ну, когда смотрел первоначальный проект, вот у меня с окон должно было, ну, вид был на школу и на спортивную площадку, придомовывать, ну, пришкольную территорию. А теперь нам предлагают здесь построить эти свечки, то есть, получается, я когда покупал квартиру, ее брал на будущее, да, ну, с учетом своих интересов, что мне понравилось это место, что здесь будет школа во дворе, что все будет, ну, для меня все, меня это устраивает. Теперь мне предлагают принять другой проект, который устраивает больше застройщиков, а не жителей этого микрорайона. Главные опасения людей связаны с парковочными местами. Их уже сейчас не хватает. Однако застройщик уверяет, что ситуация изменится в лучшую сторону. Проектом планировки предусмотрены изменения парковочных мест. Образуются новые парковочные места, более 600. Они будут располагаться в подземном стоянке жилого дома, непосредственно будут располагаться в подземной стоянке под поликлиникой. Также будет запроектирован паркинг и будут увеличены наземные машины места. В администрации сегодня пояснили, разрешение на строительство готово выдать в ближайшее время, ведь все спроектировано в соответствии с нормами. Однако публичные слушания, которые проходили с конца августа, показали, что компромисс еще не найден. У застройщиков есть такая возможность пойти за разрешение на строительство уже сегодня, не дожидаясь тех же публичных слушаний. Но так как мы все-таки живем в цивилизованном мире и хотим действовать правильно, и чтобы жители узнавали о строительстве домов не в момент, когда уже появляется строительный забор, кран монтируется, и когда уже люди просто начинают негодовать, а в процессе именно вот этих публичных обсуждений. Интересы обеих сторон понятны. Застройщик хочет заработать, а местные жители не хотят еще двух высоток и без того перегружен в микрорайоне. Однако этот спор уже решила администрация города. Домам быть и это лишь вопрос времени. Но люди все же надеются, что проект пересмотрят в их пользу. Семен Кухтин, Александр Тропин, Новости ТВК.